Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру, и мы закончим сейчас разговор о втором послании Коринфянам, обратившись к его заключительной 13 главе. В виде непосредственного продолжения того, что говорится в конце 12 главы, апостол здесь сообщает Коринфянам о том, что я к вам прихожу уже в третий раз. Уже это будет третья личная встреча, и для него это рифмуется, так сказать, в его уме. Вот при устах двух или трех свидетелей утверждается всякое слово. Вот это третья встреча будет как такое своего рода третье свидетельство. Я вас предупреждал, что когда я приду, уже будет поздно что-то менять, передумывать, каяться и так далее. Павел говорит, надо сказать довольно жестко, что я пишу отсутствие прежде согрешившим, что когда опять приду, не пощажу. Успевайте переоценить свои поступки, свои мнения, все. Но успевайте переоценить до того момента, как я приду, сейчас. Это вообще важная очень мысль, понимаете, и для апостола Павла конкретно, и для Нового Завета в целом. Вот теперь день спасения, день, когда надо что-то менять. Сегодня нельзя откладывать на завтра. Вот, собственно, именно это Павел и говорит Каренфинам. Не надо откладывать на завтра то, что надо исправить в себе, в своей жизни. Вот, и еще, как это для Павла вообще характерно, он все-таки в первую очередь обращается ко Христу. И он говорит Каренфинам, вот вы ищете доказательства, Христос ли говорит во мне. То есть, по-видимому, и во время посещения Каренфы, и при чтении писем Павла в Каренфе возникали у людей какие-то там вопросы, недоверия. В конце концов, природа и тема этого недоверия могут быть для нас не так и важны. Но важно, что апостол говорит, он не бессилен для вас, он распят в немощи, но жив силою Божьей. И Павел говорит, и хотя мы, он о себе и своих сотрудниках, немощны в нем, но будем живы с ним силою Божьей в вас. Вот такая лихо закрученная конструкция, по-видимому, предполагает вот какую суть, что апостол говорит, да, вы сомневаетесь, Христос ли говорит в нас. Да, мы немощны, и мы не собираемся никакими своими силами хвастаться, и Христос распят в немощи. Поэтому, как подразумевает апостол, его апостольская немощь в каком-то смысле соотносится, рифмуется с немощью распятого Господа Иисуса Христа. И вот мы немощны в нем, значит, для апостола это в его немощи самое важное. Не то, что немощь хуже, чем сила, нет, немощь лучше, чем сила, потому что мы немощны в нем, в нем, в страдающем, в распятом. Вот, и мы будем живы с ним вместе, потому что сила Божья совершается в немощи, как он говорил в предыдущей главе, и в вас, и в нас. И в вас, и в нас. Вот такая несколько, может быть, невнятно сформулированная идея здесь в первых нескольких стихах 13 главы. Дальше апостол говорит, ну, посмотрите, проверяйте самих себя, испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуйте. Апостол призывает, таким образом, своих читателей в Коринфе к очень важному и, может быть, и трудному, но совершенно необходимому такому духовному подвигу, критическому осмыслению себя, он, как это иногда в других местах тоже делает, призывает к критическому мышлению. Посмотрите на себя, испытывайте себя, верили вы, потому что поступки Коринфян, в первую очередь, по отношению к апостолу Павлу, его сотрудникам заставляют усомниться в этом, верили вы, разве вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас есть, и это говорит апостол так, если только вы сами не выдаёте желаемого за действительное или нежелаемого за недействительное, если только вы не то, чем должны быть, значит, апостол снова здесь немножко усложняет грамматическую конструкцию, а говорит о том, что если вы действительно христиане в простоте Христовой, которую он говорил несколько выше, то Христос в вас, и проследите, так ли это, если действительно сердце ваше не обличает вас, если действительно Христос в вас, то Павел предполагает таким образом, что Коринфяне и его Павла в его немощи примут как отца и брата, и что вот сила Христова в Павле заключается в том, что он, будучи немощным, свидетельствует о Христе, силы Христова в Каринфяне заключается в том, что они, несмотря ни на что, смогут принять Павла, помириться с ним и действительно найти общение в глубине сердца. И дальше, продолжая еще эту мысль о необходимости критического мышления и проверки себя, Павел говорит, мы радуемся, когда мы немощны, а вы сильны. Еще раз переводим с языка Павла. Мы немощны, это значит, что сила Христова совершается в его благовествовании, в его свидетельстве. Вы сильны, это значит, что в Каринфинах проявляется сила Христова, которая ведет их к принятию Павла, к верности Павлу, к тому, чтобы воссоединиться, так сказать, духом с апостолом Павлом. И вот мы радуемся, когда мы немощны, а вы сильны, и молимся о вашем совершенстве. Молимся о том, чтобы действительно вы этой силой Христовой наполнились. На самом деле, конечно, Павел вполне, по-видимому, подразумевает возможность своего рода таких зеркальных рассуждений. В моей немощи сила Христова я поэтому хвалюсь немощами и радуюсь немощам. Но на самом деле он предполагает, что и другой человек, который будет читателем его слов, тоже скажет для себя, я буду немощным, я буду хвалиться немощи своей, чтобы обитала во мне сила Христова. И тогда, как видит это апостол, действительно, и с его стороны, и со стороны Каринфина, эта сила Христова ведет к восстановлению разрушенного, к воскрешению погибшего. В самом конце, по-видимому, для того, чтобы задать тон для дальнейшего общения, апостол подводит черту под всеми сарказмами и упреками и говорит, «Впрочем, братья, радуйтесь, утешайтесь, будьте единомысленны, мирны, и Бог любви и мира будет с вами». Показывает тем самым пример, что значит быть силе Христовой в человеческой немощи. И здесь Павел свидетельствует о том, что он сам из своего сердца износит по отношению к Каринфинам. Павел свидетельствует о том, что он сам из своего сердца. Продолжение следует...